Добрый день, уважаемые депутаты! Сегодня мне выпала большая честь выступать перед вами перед новым созывом Законодательного собрания Красноярского края. Это, безусловно, налагает на меня серьезную ответственность. В правительстве Красноярского края я работаю уже 11 лет. Последние несколько лет я возглавляю управление проектной деятельностью правительства региона. Это относительно новое структурное подразделение, созданное во многом по велению времени. Дело в том, что сейчас основные тренды, тенденции социального и экономического развития как страны в целом, так и регионов, как вы знаете, формируются в указах президента. И реализуемых во исполнении этих указов национальных проектов. Собственно, организация исполнения национальных проектов на территории региона является основной задачей этого управления. Здесь стоит отметить, что регион с этой задачей справляется довольно-таки успешно. Я напомню, что за последние три года из федерального бюджета в рамках реализации национальных проектов было привлечено порядка 45 миллиардов рублей. Еще 30 миллиардов мы выделили из краевого бюджета. И в целом, по оценке правительства Российской Федерации, Красноярский край на сегодняшний момент входит в пятерку лучших регионов по уровню достижения национальных проектов. Тем не менее, экономика Российской Федерации за последнее время пережила целый ряд потрясений, последствия которых мы ощущаем до сих пор. Это и падение ВВП, снижение объемов производства, волатильность цен, инфляция, которые последовали вслед за пандемией. Это все отразилось и на краевой экономике. За 2020 год мы фиксируем довольно-таки негативные тенденции снижения экономической активности. Они выражаются и в падении почти на 10% индекса производства, рост безработицы в 4 раза, падение потребительского рынка. Тем не менее, сейчас, в этом году, экономика уже встала на путь восстановления. Это видно и по прогнозу социально-экономического развития на очередной бюджетный цикл. И уже в нем мы фиксируем восстановление значений до пандемийного уровня. В этом плане, и это видно и по параметрам краевого бюджета, мне кажется, сейчас очень удачное время для формирования основ будущего экономического роста. И здесь я хотела бы обозначить несколько акцентов в работе Министерства экономики, регионального развития, в случае, если сегодня поддержат мою кандидатуру. Первое, на чем я хотела бы сконцентрироваться, это реализация крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, в том числе входящих в комплексные инвестиционные проекты «Инисейская Сибирь». 14 таких проектов пока планируются к реализации на территории Красноярского края, сейчас они находятся в разной степени реализации. И здесь Министерство экономики, на мой взгляд, должно выступать таким драйвером их исполнения и достижения, обозначенных в них результатах. Второе важное направление – это использование и расширение применения механизмов инвестиционного роста, в том числе формируемых на федеральном уровне. К сожалению, парадигма наших взаимоотношений с федеральным центром в последнее время стала серьезно меняться. Мы все реже можем рассчитывать на получение бесплатных и безвозвратных федеральных субсидий. И все чаще возможности по привлечению федеральных средств для нас связаны с реализацией каких-то инвестиционных механизмов. Это и уже известные вам инфраструктурные бюджетные кредиты, это и реструктуризация бюджетных кредитов в рамках реализации новых инвестиционных проектов, это соглашение о защите и поощрении капиталовложений, специальные инвестиционные контракты. Развитие всех этих механизмов на территории региона и их конкретное применение, я считаю, очень важным блоком работы министерства. Третье важное направление – это реализация единого плана достижения национальных целей России. Документ этот относительно новый, он был принят только в этом месяце, очень долгое время готовился. К нему, безусловно, есть еще целый ряд вопросов, но что точно определено, что этот документ станет ориентиром социального и экономического развития регионов на это десятилетие. Он содержит в себе целый ряд инструментов – это национальные и федеральные проекты, государственные программы. Это опирается во многом на стратегии отраслевого и экономического развития и содержит в себе также некую новую для нас пока сущность – так называемые стратегические инициативы социально-экономического развития России. В этом плане уже определен целый ряд индикаторов и показателей для Красноярского края – это рост инвестиций, создание новых рабочих мест, это ряд показателей, связанных с уровнем жизни населения, с ростом доходов и с качеством среды. Достижение этого плана, конечно, потребует консолидации усилий всех органов исполнительной власти. Четвертое важное направление – это консолидация механизмов, принципов территориального развития. Здесь я хотела остановиться чуть подробнее. Дело в том, что в прошлом году впервые у нас было принято, на мой взгляд, очень важное решение о формировании новой государственной программы территориального развития Красноярского края. Программа эта уже принята в этом году в своей первой версии. Мы четко понимаем, что опережающее развитие территорий не может сейчас строиться только на принципах отраслевого управления. К сожалению, задачи, которые решаются в отраслях, очень часто направлены на решение вопросов первоочередных, наиболее значимых на данный момент. Это не позволяет нам смотреть в будущее развитие территорий и формировать резервы для их долгосрочного роста. Госпрограмма, о которой я говорю, пока, как я уже сказала, содержит только первый этап преобразований. В будущем в ней будут собраны основные механизмы развития территорий муниципальных образований в рамках повышения их инвестиционного потенциала на базе реализации различных проектов социального развития и комплексных программ. Помимо этого, эта программа обязательно будет учитывать специализацию территорий и формировать меры поддержки, опираясь на основные специфики уклада экономики, будь то аграрная территория, промышленная или территория урбанистического типа развития. Еще один важный элемент будущего территориального развития региона – это реализация конкретных проектов развития территории, как локального, так и кластерного типа. Ко второму виду я бы отнесла уже формируемую и сейчас, пока в пилотном режиме, проекты развития макрорайонов Конска-Абонского и Южного. К ключевым проектам локального развития, в качестве ключевых проектов локального развития, я бы ответила Минусинск-200 и Красноярск-400, причем последний, я думаю, должен стать флагманским проектом региона в рамках выстраивания взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти на ближайшие несколько лет. Еще один крупный проект локального развития – это, конечно, реализация комплексного плана социально-экономического развития города Норильска. Насколько я знаю, он уже сформирован и проходит рассмотрение в правительстве Российской Федерации. Пятым блоком я бы выделила такой комплекс направлений, которым традиционно занимается Министерство экономики и регионального развития, но которые претерпят в следующем году определенную модернизацию. Это координация государственных и отраслевых программ, повышение эффективности оказания государственных услуг, реформа контроля надзорной деятельности в связи с изменениями федерального законодательства. Это, безусловно, очень серьезная глобальная задача по проведению первой масштабной государственной кадастровой оценки земель всех категорий. Ну и, конечно, это вопросы развития рынка труда как основного фактора производства и развития экономики. Как видите, комплекс задач, которые я обозначила, носят во многом комплексный межведомственный характер, требуют консолидации большого спектра усилий. Поэтому прошу сегодня поддержать мою кандидатуру и готова к конструктивному взаимодействию по всем направлениям работы Министерства. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...